Павел говорит нам о поведении в церкви. Не относитесь к женщинам с пренебрежением. Не относитесь к пренебрежениям к тем, кто служит Иисусу Христу, принимая верующих в свой дом. Не относитесь к пастору лучше, чем к остальным. И не пренебрегайте служителями порядка и теми, кто моет полы. Привет, я Пол. Почти 10 лет назад мой папа, мой герой, мой пастор, неожиданно скончался. Он построил крупную церковь и оставил на нас большую ответственность. Когда он умер, я потерял не только отца, но и веру, цель и будущее. Но Бог пришел, восстановил мою веру и дал мне послание надежды, чтобы я мог делиться ним с вами. Вы здесь не случайно. Бог не отвернулся от вас. Ваши лучшие дни ждут вас впереди, и вы победитель в жизни, потому что в вас живет Иисус. Однажды в жизни народа Господа произошло одно интересное событие. Мы поговорим об этом событии. Господь вел свой народ, своих детей, сынов Израиля за собой. Святое Писание говорит, старейшины собрались вместе. Это были духовные лидеры и главные служители народа Господа. Прочтите пятый стих. Они сказали ему, «Ты стар, как гадко!» «Зачем так говорить?» «Твои сыновья не поступают, как ты». Люди обманули пророка Самуила. «Твои дети не живут по заповедям». «Ты живешь по слову», «А твои дети не живут». Они возмущены этим. Подобное происходит и сейчас во многих церквях по всему миру. Здесь наступает переломный момент разговора. Религиозные лидеры просят Самуила, «Поставь же царя, чтобы он вел нас, как это было у других народов». Мы устали от того, что Бог — это наш пастор. Мы хотим пастора из людей. Мы устали от того, что Бог — это наш глава, лидер и царь. Мы хотим царя у народов. Мы смотрели на идола, и теперь мы хотим идола. Мы насмотрелись на одного харизматичного проповедника. Пусть он ведет нас. Мы хотим создать лидера, которого мы смогли бы проникнуться, поклоняться и следовать за ним. Что случилось потом? Итак, сердце пророка Самуила было разбито. Почему? Потому что он знал волю Бога для церкви. Бог сказал ему, «Послушайся всего, что говорит тебе народ». «Самуил, они отвергли меня, как моего пастыря. Они отвергли меня, как освободителя». «Они отвергли меня, ведь они слушают чужой голос, и они хотят, чтобы у них был другой царь. Они поступают так с тобой, потому что так поступали с того дня, как я вывел их из Египта. Я пытался помочь им, но они не приходили ко мне никогда и служили другим богам и идолам». Первым царем стал Саул, потом царем стал Давид, а потом Соломон. В Священном Писании мы читаем о вреде, который царское проявление принесло детям Господа. Евреи продались другим богам и идолам и ушли от Бога. «В Новом Завете Бог послал к ним Сына Иисуса, чтобы искупить Израиль и всех, кто призовет Его». Слово «Церковь» впервые появляется на страницах Нового Завета. В 16 главе Евангелия от Матфея Иисус обращается к церкви. Предатель Иуда был одним из его учеников. Он спросил их, «За кого вы почитаете Меня?» Что люди говорят обо Мне? Некоторые говорят, что ты пророк Илия. Другие говорят, что ты воскрешенный Иоанн Креститель. Третьи говорят, что ты хороший праведник. Четвертый называет тебя чудотворцем. Иисус спросил их, «А кем вы считаете Меня?» Спаситель Иисус Христос натолкнул их на мысль о том, что им нужно личное откровение о Нем. Это хорошая и важная новость. Дорогая церковь, перестань жить чужими откровениями от Господи. Получи личное откровение о том, кто такой Иисус. Я не получил это откровение до тех пор, пока я не стал формировать свои убеждения о Господе Боге, слушая убеждения моего отца и моей мамы. Вы понимаете, именно тогда я получил откровение о том, кем является Иисус Христос лично для меня. Тот же самый Иисус Христос общался с Билли Грэмом и Орлом Робертсом. Он хочет говорить с вами и с вашими детьми. Бог хочет строить личные отношения с вами. Петр ответил ему, «Я знаю, кто ты. Ты Христос. Ты являешься сыном живого Бога. Бог ответил, «Ты прав. Ты получил откровение. Тебе это открыли не люди из плоти и крови, а мой отец Петр. Я говорю тебе, ты скала». Люди неправильно поняли то, что Иисус сказал ему потом. Итак, они не поняли этот стих из Писания. Иисус не имел в виду, что церковь основана на Петре. Она основана на скале откровения Петра. Многие люди ошибались в этом вопросе. Они думали, что Бог построил свою церковь через Петра. Петр проповедует в деяниях. Церковь растет. Петр умирает. Его место занял другой Петр. Затем они назвали его Папой. Его сменил другой Папа. Мы создали себе звезд в католической и в харизматической церкви. Мы восхищаемся проповедниками. Это же Тодд Уайт или Рич Джуниор. Вот они, мои звезды и боги. Если ты пришел на конференцию, то не пропусти именно их выступления. Они мои идолы. Они мои божества. Тодд и Рич не хотят всего этого. В церкви есть люди, которые не хотят поступать так, как поступает мир. Евреи сказали, мы устали от нашего пастыря Иисуса. Нам нужны служители, за которыми мы пойдем и поклонимся им. Мы будем читать их книги. Если эти звезды отступят от веры, то мы будем с ними. Перестань идти за людьми. Они нестабильны. Не поклоняйся пастору. Иисус — это единственная звезда. Есть только одна звезда. Это Христос. Откровение 1, стих 19. Иоанн прожил дольше, чем другие апостолы. Он получил это откровение от Бога. Иисус повелел ему записать эти вещи. Он написал в церкви это письмо. Одно из стихов своего откровения. Иоанн Богослов говорит, «Имеющий ухо слышит, да слышит то, что Дух говорит церквям». Мы делаем это в наших передачах. Мы обсуждаем Божье Слово. Сказанное церкви, имеющий ухо, слышит, да слышит то, что Святой Дух Господа говорит церкви Христа. Он повторяет это. Вы стали равнодушными и создали себе идолов. Вы поставили людей на пьедестал. Вам создали хорошее шоу. Ваш вид вызывает сострадание у людей, но вы живете развратно. Ваши грехи уничтожают ваше сердце. У вас пристойный вид, но у вас нечистое сердце. Иоанн пишет церкви и упрекает церковь за все ее погрешения и преступления. Я спросил Бога, «О чем мне нужно проповедовать?» Он сказал, «Начни с конца». «Начни с конца и читай письма Павла к церквям». Я открыл послание Павла Римлянам. Это одно из самых прекрасных писем о вере. Она рассказывает о следовании за Богом. Она говорит об изменении ума. Оно решает трудности в супружестве, в семье, в жизни и в финансах. Это прекрасное письмо. В 16 главе мы видим тему, о которой говорят редко. Это происходит благодаря нам. Я перечитал имена в 16 главе. Я перечитал имена в конце послания к Римлянам. Господь сказал мне, «Христиане превращают пасторов, писателей и авторов песен в знаменитостей и в звезд церковной сцены». Но церковь состоит не из одного певца, не из одного проповедника. Я назвал первую часть серии «Читайте титры». Скажите, «Читайте титры». Мы с сыновьями смотрели фильмы. В конце фильма люди начали уходить, потому что они не увидели сюжет и актеров. На экране появились титры. Не только Том Хэнс вложился в него. Многие люди трудились над созданием фильма. Режиссеры и продюсеры. Эти люди сделали анимацию, а эти сделали графический дизайн. Итак, титры описывали все. Их должности, роли, все их имена и фамилии. Я подумал о римлянам. Посмотрите на экран. Вы узнаете эти имена? Это ваши имена. Послушайте, то, о чем писал Павел. Многие из вас являются членами церкви. Представляю вам феву, сестру нашу, диаконису церкви. Братья и сестры, пожалуйста, примите ее так, как вы приняли меня. Не относитесь к женщинам с пренебрежением. Не относитесь с пренебрежением к тем, кто служит Иисусу Христу, принимая верующих в свой дом. Не относитесь к пастору лучше, чем к остальным, и не прибрегайте служителями порядка и теми, кто моет полы. Но нам нужно похвалить суперсердца всех святых. Такой служитель была Фива. Слава Богу за сестер. Бог не хотел, чтобы управляли лишь братья. В нашей церкви братья и сестры служат Господу Богу рядом друг с другом. Я не справляюсь без Эшли. Павел сказал, Фива была мне помощницей. Послание было написано, потому что Фива помогала мне. Павел пишет, приветствуйте, Прискиллу и Акилу. Если бы кто-то сказал в Библии, есть книга с названием «Послание Прискилла и Акилы», то это было бы ересью. Что и говорить, мы обращаем внимание на авторов и название книг, вошедших в Писание. Апостол Павел, Тимофей, Матфей. Мы забываем, что Прискилла и Акила были руководителями церкви. Это привело многих людей к Иисусу. Павел впечатлился этим. Читайте титры. Многие люди — это авторы истории церкви Иисуса. Мы стоим на основании, которое заложили многие. Они молились о строительстве этого здания. Церковь не построена лишь на служении Билли Джо Доггерти и служении Пола Доггерти. Эта церковь построена благодаря тем верующим людям, которые сеяли, отдавали, служили и молились. Зайдите в Центр Мечты. Там трудятся люди из детского служения и лидеры служения. Спасибо за то, что вы в церкви. Поднимайтесь. Вы пришли и посвятили время ей. Вы улыбнулись ближним и обняли своего соседа. Кто-то из вас хочет уйти сейчас отсюда. Не уходите. Не нужно. Мы нужны друг другу. Мы нужны друг другу. Первое послание Коринфянам. В первом стихе Павел пишет, братья и сестры. Он говорит, дорогая церковь, я не мог говорить с вами, братья, как с духовными, но как с плотскими. Ой, церковь, я хочу обсудить с тобой духовные темы, но ты думаешь так, как многие мирские люди. Вы ведете себя, как младенцы во Христе Иисусе. Я даю вам молоко, а не твердую пищу. Павел говорит, до сих пор некоторые из христиан имеют младенческое мышление, но вы ходите в церковь давно, поэтому вы знаете, что не нужно смотреть на должность и ранг и относиться к богатому человеку лучше, чем к бедному. Не относитесь к тем, кто благоволил тебя лучше, чем к остальным. Мы должны оставить расизм, предрассудки, зависть, ссоры и все споры и раздоры. Церковь и мир наблюдают за тобою. Добро пожаловать к нам. Я не интересуюсь твоей национальностью. Иисус Христос — это твой Господин. Если вы приехали к нам с Востока или из Центральной или Южной Америки, то мы рады видеть вас здесь, в нашей церкви. Здесь есть свободное место для бедного, так и для богатого. Мы любим и тех, кто приехал в автобусе, и тех, кто приехал на лимузине. Мы любим тех, кто приехал сюда в инвалидной коляске, и тех, кто добрался сюда самостоятельно. Мы рады вас видеть. Пока среди вас есть зависть и споры, вы поступаете по плоти и остаетесь прежними людьми, и ведете себя так, как люди этого мира. Я сторонник Аполлоса. Разве вы не плотские? Давайте прочтем пятый стих. Ведь кто такой Аполлос? Кто такой Павел? Зачем мы поклоняемся людям в церкви Иисуса Христа? Павел сказал, лишь служители, благодаря которым вы поверили. Каждый из нас сделал то дело, которое ему поручил Бог. У каждого из нас есть задание. Каждый из нас призван служить Богу и играет важную роль в Царстве Бога. Покажите титры еще раз. Если мы не написали ваше имя, то простите, мы исправим это. Я насадил Аполлос, поливал, но Господь Бог дал рост семенам. Каждый делает свою часть. В конце третьей главы он говорит, не провозносите человека в Церкви Господа Бога. Апостол Павел пишет, хватит полагаться и надеяться на церковного проповедника. Хватит подражать проповеднику, который служит на сцене Церкви Бога. Подражайте Иисусу. Благодари Бога за всех святых, ведь Он ценит всех. Все важны и необходимы. Каждый из вас важен для нас. Каждый из вас важен. Давайте вернемся к списку. Я закончу проповедь, говоря о нас, как о коллективе. Давайте разберем эту тему о важности каждого. Вы важная часть Церкви. Когда вы появляетесь в Церкви, то сам Господь Бог появляется с вами в этом месте. В Церкви вы и делаете то, в чем нуждаемся мы. Ваше присутствие приносит благо. Однажды один дедушка и его супруга пришли в Церковь. Они не были служителями порядка. Итак, Гордон и Карен пришли в Церковь. Мне было пять лет. Гордон и Карен относились к нам по-доброму. Были люди, которых я видел в Церкви нечасто. Когда ты видишь тех, кто приходит в Божий дом постоянно, то доверяешь им все больше. Когда у нас начался пожар, Гордон и Карен помогали нам. Все наши игрушки сгорели, а они купили нам новые. Эта пара пригласила нас к себе и угостили хот-догами и шоколадным коктейлем. Это странное сочетание. Мы сидели с этими христианами во дворе, и старина Гордон учил нас подражать пению жалобного козадуя. Мы гуляли по автосвалке. Гордон сказал, жизнь одного похожа на помойку, а жизнь другого на ящик с золотом. Иисус Христос способен изменить жизнь к лучшему. Я вспомнил эти слова, когда чувствовал себя ненужным. Я вспомнил слова о том, что Бог способен превратить ненужную вещь в сокровище. Когда Гордон умер, я держал речь на его похоронах. Я говорил о том, как он повлиял на мою жизнь. Он не работал в штате церкви и не был учителем Библии. Он не был моим отцом. Он был парнем, который приходил в церковь вовремя. Во-вторых, вы уникальная личность. Я рад, что мы не одинаковые. Вчера я шел в церковь, и мой сын сказал, папа, я носил джинсы, как ты. Другой сын сказал, а я носил рубашку. Я сказал, круто, я рад этому. Я рад, что вы все выглядели по-разному. Если вы приходите в Божий дом, то приходите в церковь такими, какие вы есть. Я рад, что у вас в церкви есть люди многих культур, этносов и поколений. Нам нужны и молодые, и пожилые. Нам нужны отцы и дедушки. Нам нужны дети. Нам нужны все вы уникальные личности. Нам нужны экстраверты и интроверты. Некоторым из вас нравится работать с детьми, а некоторым не нравится с ними работать. Нам нужны все. Кто-то любит работать в больнице, а кто-то няней. Вот что сказал Павел римлянам. Ваше служение Богу важно. Где бы вы ни служили, служите с радушием. В-третьих, служение важно. Служение и дела важны. Пусть выйдут вперед на сцену те из вас, кто трудится волонтером в одном или в нескольких служениях церкви один или два раза в месяц. Встаньте позади меня. Выходите сюда и забирайтесь на сцену. Выходите. Выходите. Если вы служители в нашей церкви, то выйдите на сцену. Итак, вперед. Мы торжественно приветствуем тех, кто жертвует временем своими силами, дарами и талантами в замечательных служениях церкви. Послушайте меня, наша церковь не строилась благодаря усилиям, и жертвам одного или двух человек. Запомните то, что наша церковь построена благодаря усилиям и жертвам тысячи людей. В-четвертых, важна ваша щедрость. Щедрость важна. Приходите. Приходите. Еще есть место. К тому же вы можете встать перед сценой. Скажите, ваша щедрость важна. мы сделали титры с именами. Там есть те, кто служит в церкви и отдает свои приношения. Что мы сделаем? Если мы пожертвовали хотя бы центы или посвятили церкви время, то придите сюда и встаньте перед сценой. Вперед! Мы поменяемся местами. Вы встанете на сцену, а я сяду в зале. Пожалуйста, выходите на сцену. Я сделал проповеди на тему участия. Вы пришли в церковь, и это уже важно. Вы улыбнулись ближним, вы обняли соседа, кто-то из вас хочет уйти сейчас из церкви, не уходите. Вы нужны нам. Вы нужны друг другу. Мы нужны друг другу. Ребята, церковь держатся на вашем служении. Царство Господа Бога продолжает расти. Один сажает, другой поливает, а Бог взращивает. Уши, глаза, нос, руки и ноги, пальцы ног, пальцы рук, каждый из тех, кто верит в Иисуса, играет свою важную роль. Дорогая церковь, хватит думать о церкви как об одном пастыре, как об одном учителе, как об одном певце или как об одном евангелисте. Церковь, это мы. В-пятых, ваша вера важна. Вера важна. Что это значит? Некоторые из нас громко провозглашают, я больше не верю, я перестал верить в Бога. Нам нужно верить и говорить смело о том, что мы живем верой в Бога. Люди оставляют веру в Бога легко и просто. Путь смятения это легкий путь. Я подвергаю сомнению все. Меня смущает все. Я не верю ни во что. Нам требуется смелость, чтобы верить в Бога, несмотря ни на что. Что мы не понимаем многое. Я верю в Бога. Я верю в то, что Бог добр. Я не верю в проповедника и в христианских писателей. я не переживаю о том, крепка их вера. Они не смогут забрать мою веру. Моя вера основана на твердом основании, которым является Христос. Все остальное это забучий песок. Если ты продолжаешь верить Богу, то другие поверят благодаря тебе. Твоя вера вдохновляет других верить. Ты для меня словно отец веры или мать веры. ты принял решение идти за своим Господом после развода. Ты принял решение идти за Богом после смерти супруги. Ты принял решение идти за Богом и это повлияло на меня. Я ценю хорошие подкасты и пасторов, но твоя вера изменила то, что происходило в моем сердце. Твоя вера и любовь важна тоже. Твоя любовь важна. Дорогая церковь, давайте любить друг друга, ибо любовь от Бога, любящий рожден от Бога, любовь, давайте прощать друг друга. Иисус дал нам заповедь, нам нужно любить друг друга. Мир узнает о том, что мы его ученики. Он узнает об этом не благодаря познаниям или логическим рассуждениям, но благодаря любви. Бог так полюбил мир, что отдал единственного сына. Мир не спасется через церковь, которая раздулась от гордости. Нам нужна церковь победа, куда ходят люди разных национальностей, различных поколений. Мы вместе. Я люблю вас, и вы любите меня. Мы счастливая семья. Дорогая церковь, Иисус приготовил для тебя много благословений. Сейчас я хочу обратиться лично к вам. Бог видит вас как часть его церкви. Вы не принимали Иисуса Христа как Господа, поэтому вы еще не являетесь членом церкви. Божья церковь это не здание, не собор, не храм, и не духовный комплекс по соседству. Это такие же люди, как и вы, и я. Это обычные люди. У них свои тараканы в голове это люди из неблагополучных семей, которые считают себя непригодными для Бога. Бог выбрал нас стать частью Его семьи. Церковь это семья. У Бога есть план для нее. Бог дает ей надежду. Станьте частью семьи Бога. Я хочу обратиться к вам. Сейчас вы присоединились к сообществу, которое, как и вы, нуждается в благодати и милости Бога. Я говорю церкви, это место для несовершенных. Пока вы поверите во что-то, может пройти время. Стань частью церкви. Ты станешь духовным позже. Не пытайтесь очиститься перед тем, как вы придете к Богу. Не пытайтесь стать совершенными до того, как ты пришел в церковь. Приди таким, какой ты есть, и Бог изменит тебя. Помолитесь, Иисус, я отдаю жизнь тебе. Я хочу стать частью твоего плана. Я хочу стать частью твоей церкви, твоей семьи. Измени меня и других людей через меня. Во имя Иисуса. Аминь. Найдите церковь там, где вы живете. Найдите христиан, с которыми вы будете молиться и жить духовно. Станьте частью церкви. Помните, что ваши лучшие дни впереди.